Эти ребята с счастливой улыбкой залезают на самые высокие объекты нашей страны, совершенно безо всякой страховки. Они не боятся свалиться вниз и потерять свою жизнь. Вот эти парни умудрились даже залезть на одну из семи знаменитых московских высоток. В Рязанской области проблемой селфи и интернет-зависимости обеспокоены многие. По этому поводу в Рязанской областной детской библиотеке состоялся круглый стол. В нем приняли участие представители практически всех школ и библиотек города, Министерство культуры, уполномоченные по правам ребенка и человека, представители средств коммуникации и доктора. Своим опытом в регион приехал поделиться заведующий детским отделением психоневрологического диспансера города Череповца. Мы бы хотели показать структуру работы, потому что очень часто, когда общественники начинают заниматься этой проблемой, нет общего подхода к проблеме. Технологии занимаются техническим контролем, врачи пытаются стянуть его врачебную часть, психологи тянут на себя. Нам показалось, что мы этот общий подход рациональный, в единой терминологии, в подходе организации мероприятий, выводы в цели с нашими специалистами нашли. Потратили на это много времени, но мы нашли. Межведомственный подход нарабатывается годами, и в Рязани тоже возможно выработать стратегию защиты детей от интернета. Ведь на просторах всемирной сети встречается очень много опасностей и соблазнов, которые так ярко влияют на детскую психику. Для многих родителей и учителей эта проблема остается незаметной. Все считают, что именно с их ребенком интернет-зависимости не произойдет. И только тогда, когда по всему миру пошли случаи смерти селфистов, проблемы зависимости от гаджетов действительно обеспокоились. Вот сейчас, я уже говорил, у меня на отделении из 20 детей 6 являются с техническим следом. Конкретно один ребенок отказался ходить в школу, потому что он игроман. Мать его не может вытащить, он был доставлен в скорой. Одна девочка попалась при попытке самоубийства, ее вызвали скорую помощь соцработники и школьные психологи, которые были на нашем семинаре. Одна девочка с анорексией тоже попала. Ну и несколько ребят, которые также имеют какое-то отношение к техническим проблемам. То есть даже по составу качественного своих больных я прекрасно вижу, что во многих проблемах видна техническая составляющая. Что касается интернет-зависимости, то в первую очередь тревогу бьют врачи. Педагоги в меньшей степени сталкиваются с этим. Но основной причиной данной проблемы является воспитание детей. Родители должны на личном примере показывать детям, как вести себя в обществе. Или выработать систему контроля – контроль эмоциональный, технический, временной. А ведь часто родители не знают, какие возрастные ограничения стоят в сетях. Не знают систему контроля, не знают систему бесплатных фильтров. Им проще дать гаджет малышу с самого детства, отвлечь ребенком, чтобы самим заняться своими делами. Все это происходит от того, что уровень ответственности у родителей привед теми же техническими средствами. Они не интересуются детьми и перекладывают функцию воспитания на школу, хотя функция школы – это обучение.